Добрый вечер! У нас в гостях сегодня интересный гость Надежда Савченко. В общем-то звезда последних два года экранов и звезда, в общем-то, со всех сторон. Человек, который может вклиниваться в политический процесс, на что не у всех хватает смелости, в общем-то, заставляет говорить о себе во что бы то ни стало. Это талант, политика. И мы сегодня с ней поговорим о ее жизненных устремлениях и что она планирует делать у нас в Украине. Здравствуйте! Добрый день! У нас в Украине я живу все свое життя. Планую тут и дальше жить. Ну мы в одном городе живем. Я не вклинююся в политику, я не вважаю это политическим талантом, потому что, зазвичай, все политические таланты, которые мы видим в Верховной Раде, зводятся до какой-то клоунади. Я думал, что они просто актеры цирку и театру, а не политики. Ну, шоу вообще-то дает возможность политику раскручиваться. Ну, на самом деле, каждая людина в своем жизни делает что-то. И очень много людей делают какие-то такие вещи, которые не воспринимают, например, их соседей, ближче окружение, их не понимают. Их тоже считают скандалистами, белыми воронами, но их никто не называет шоуменами, потому что их не показывают по телебачению. Вот, если бы меня не показывали по телебачению, я была бы такой же Надея Савченко, как была 20 лет назад. А так, как меня сейчас показывают по телебачению, хотя я не прошу этого, это проблема телебачения, робить из меня шоу. Я люблю Диевчинки, а те, что из меня делает телебачение, ну, это их шоу-бизнес, все они, что у меня. Я тоже не показываю телебачение, потому что меня на телебачении не показывают. А я считаю себя страшно умным, продвинутым, создателем партии, который продвигает идею 5-10. Но меня не показывают. Показывают тебя, значит, тебе дают оружие, для того, чтобы влиять на людей. И, соответственно, твои мысли будут вселяться через телевизор в головы этих самых людей, украинцев. Звучит так, начи ты меня заздришь. Да, я завидую людям, которые сидят в телевизоре и спокойно вещают, потому что мне приходится лазить по базарам, по кричатикам и доводить свою систему 5.10. Мне нужно телевидение, я это не скрываю. Я прошу его, я умоляю, но, к сожалению... Я ничего никогда не прошу и не умоляю. Ну, то тогда научись делать так, как я. Роби какие-то такие впечатления, которые неможливо не пометить, и все телевидение будет бегать за тобой. Нет, я так делать не буду, я делать буду по-своему. Добре. Потому что я не считаю, что так правильно. А я как раз вважаю, что правильно так. У каждой политики есть своя правда. Потому что ты делаешь свою правду, я делаю свою правду. Мы попытаемся это совместить, потому что я прочитал в социальных сетях, что ты была на каком-то экономическом форуме. И тебя спросили о том, почему ты здесь находишься, а ты сказала, что ты будешь заниматься экономикой. Ну, я не знаю, кто такую дурницю сказал. На самом деле, на жаль, у меня питали совсем не те. Ничего я там находился, не что я пришла послушать, не что люди намагаются донести. А у меня запитывали, что я давала, какие показы я давала на допитки СБУ. Все, что журналисту цикалило. Ну, я не буду мне вопросов задавать. Да, я им просто сказала, что я сейчас пришла на экономический форум, я хочу послушать, да, экономические вопросы, а не отвечать на те вопросы, которые задаете вы. А что это было за экономический форум? Я была на подобных экономических форумах, но, наверное, больше развиненных. Это в СОПОТе был ФНИ, форум, когда политика объединяется с бизнесом для решения стратегических вопросов экономического развития. Что там интересно рассказали? Еще такой же был Atlantic Council в Америке. И вот у нас, ну, они ризнен. Там это выглядало, как действительно политики хотят послушать людей бизнесу и сделать какие-то висновки, чтобы закласти какие-то реформи в государство развития и развития. А у нас это выглядало, как бизнесмени зловили политиков, усадили их в кресла и мало не там, под тиском, скажут, вот есть хороший закон, вы видите, мы хотим этих реформ, мы хотим не платить в тяне, мы хотим платить честно податки, мы хотим змін. Мы это все написали, приймите. И политики, как всегда, как уж на сковородке, кучу воды, да-да-да, это все очень хорошо. И только раз, там, вызвал премьер-министр, раз, только министр экономики злиняв. Ну и так пошло все дальше. Тому, на самом деле, на жаль, ничего. Я бы с задоволением послушала еще самих бизнесменов, потому что у них есть асоциация такого более крупного среднего бизнеса, которые хотели своего времени платить податки в белую. И они целый год протримались с этим, и они понимали, что они в убитке, потому что кто-то платит их в черную, кто-то выиграет, а они не выиграют. У меня для тебя есть несколько вопросов. Я обычно вопросы не записываю, но эти вопросы я, как лакмусовую бумажку, записал, потому что людям будет интересно твое мнение по этим вопросам. Потому что ты же будешь доносить свое мнение и влиять как-то на политику. Может, партию создашь, ты, кстати, в партии там зайдешь. А мы уже в 5-10 вступим. А может, в 5-10 вступишь. Вопросы такие, которые дадут нам понимание, с кем мы имеем дело. Мировоззренческие, скорее. Первый вопрос – это продажа земель сельскохозяйственного назначения. Проты. Проти. Можно короткий ответ давать? Да, тут как раз короткий. Приватизация всех государственных предприятий. Не, не могу подождать. Продаж вы имеете на увазе, потому что каждый украинец мает право на землю. Снятие моратория и рынок земли свободный. Проти, потому что это нужно выписать грамотно. Если продавать землю иноземцам сельскохозяйственному, то не можно. Если запрошу каких-то инвесторов сдавать в оренду, то зависит от того, насколько люди сдадут. А в целом, каждый украинец мает право на землю свою. Не 2 квадратных метра на под гроб, да? Все ясно. Для украинцев можно рынок земли, для иностранцев нет. Только инвесторы, только в оренду. Приватизация всех государственных предприятий. Их у нас 3,5 тысячи. Ни в каком случае не можно приватизировать такие предприятия, которые несут экологическую або стратегическую загрозу. Что нет? Национализация банков. С банковской системой вообще сложно. Национализация всех банков, да? Або все банки. Чтобы они все были государственные, например. Нет. Банковская система, она развивается в мире как-то иначе. И в принципе, напевно, она развивается так и правильно. Но какой-то контроль за этим должен быть именно с государства. Не приватизация, а какой-то контроль должен быть. Какими должны быть налоги в Украине? Такими, чтобы люди могли их заплатить. Это так вот. Очень маленькие. Да. Я вважаю, что я уже десь чула, вивчала это вопрос. И у нас 53% за разными формулами. В мире не больше 35%. Я вважаю, что украинцы должны платить 15% всего достаточно. 20-15%. Да прям 10 плюс 5, 15 есть. Так, проблема языка. Один государственный или многоязычный? Нет, государственная мова одна, потому что у нас не та территория. Но общение своей родной мовой для каждого своё никто никогда не забороняет. Просто это работа органов. Донбасс не хочет говорить на украинскую. Донбасс говорит украинскую больше, чем вы думаете. Я только звони поехал. Одно из требований, я знаю, назовем их сепаратистов. Дайте нам второе государственное, русский. Автономию экономическую. Ну, экономическая автономия, воно, взагалі, потрібна всей Украине. Самая экономическая автономия от верхов влади и коррупционеров. Стосовно мови. Я недавно была в Донбассе, и те люди, которые ходили, водили меня конвоем под зброей, говорили со мной украинскую, говорили, какая спелучая мова, уже забыли, как я говорю. Все чудово знають мову. Не треба навязывать, не треба силою, але згодом и з часом все люди зрозумевают. Это как Америка. Знаете, все приехали и решили, как бы они там делали стомовность, а там было, ну, из всего мира людей, то у них бы ничего не вышло. Так они решили. Америка – это наша страна, она нас угодит, нас влаштовывает в ней жить именно за такими правилами. Одна англійська мова – так и будет англійська. То есть, до этого нужно довести людей. Но там есть целые регионы испаноязычные, целые регионы русскоязычные. Не, ну, такие будут завжди. Но при этом, если ты хочешь иметь успешный бизнес в Америце, ты подкоряешься загальными правилами, да? Ну, не живет там каждый район по-своему. Защита отечественного товаропроизводителя нужна? Потребна на початках экономики обовязково. Его нужно ввести на тот уровень, чтобы он был конкурентоспроможным. И тогда можно будет его… Ну, звичайно, должны быть ревни условия, но я думаю, что для украинского бизнеса должны быть привилеванные условия. Это свободное хождение валюты. Ну, чтобы доллары и евро свободно рассчитывались, перечисляли. Нет, вы знаете, вы заплутаете бабусь. Бабусь в долларах отлично. Ну, может быть. Как одна бабушка мне говорит, дороли, дороли давай. Ну, вы приедете в село, и бабцы запропонуют купить буханку хлеба за 20 гривен, там, 5 евро, или 6 долларов. Ну, она просто разгубится от этого всего, понимаете? Поэтому я думаю, что… Да нет, одна государственная валюта. Они могут ходить в каких-то операциях, там есть для какого-то бизнеса, но, в принципе, это как раз таки не защищает. Экономика Украины должна уменьшить свою валюту. Поэтому я думаю, что это одна украинская валюта. Свободное передвижение товаров, денег и людей. Где, в каком пространстве? У нас никто ничего не заважает. Открепленные границы экономические. Убрать государственный контроль над передвижением денег, товаров и людей. В середине Украины или с свитом? Все, в середине и с анаружи. Краина, которая начинает развиваться экономически, ей нельзя, наоборот, кinомически закрывать кордоны. Я не говорю зараз для людей. Люди мають право вольно риз 있다 по всему свиту. А от для экономики лучше закрывать кордоны, пока не мнецнее свой продукт, пока не завоевает рынок, пока не развивается технологично. И при этом закупать не другие продукты, а другие технологии. А от для страны, которая экономически развивается, z erzählt blame из ок Sophiaoaks и защ cz zost filtered и экономические кордоны. И buscando рынки сбуду. Так вот, мы пока что являемся краиной для вывезда сировины и для сбудки у нас продуктов. А вот нужно это изменить наоборот. А как это сделать? Вот вы говорите, задаете такие запитания, а я вам скажу, что, например, два года нужно закрытых кордонов, а потом три открытых кордонов и далее открытых. То есть государство должно этим руководством? На первых начатках так. Пока оно не даст такой поштов, для того, чтобы, ну, маяться на базе, если не керовать державе взагаля ничем, то в ней будет бардак, так как зараз. А так в них вольно ходят гроши, и они вольно ходят вси, тому я думаю... Упразднение Министерства сельского хозяйства и культуры вообще. Культура у нас будет интернет, або каждый кто сам захочет, да? А сельское господарство... Ну, краяна сельско-господарская, вона завжди будет меньше экономично развинена, ніж индустриально. В Украине своего часа был потенциал для всего, сейчас у нас индустриальная часть завалена, а сельское господарство тримается исключительно на том, что землю еще не вкрали, вот этим вот законом про землю, про торговлю землею. Тому вважаю, что, как таких министерств, да, их должно быть меньше. Ну, взагалі от такого навязывания. Министерство культури, где выбираются, там навязываются только вот такие, ну... Например, дитина недавно в моей помещнице приходит и рассказывает какую-то другую альтернативную историю, которую она прочитала в книжке. И учителька ей говорит, читай, будь ласка, ту книжку, яку в школе видали. Ну, это неправильно. Тобто, воно должно быть развинено, но в любом случае должна быть какая-то лінія залишаться. Не можно сказать, что нужно полностью отменить, и не можно сказать, что нужно полностью собрать. То есть, нехай залишается хотя бы 30% напрямку, далее 70% для развития детей. Ну, потому что, если вы вашу дитину выпустите и скажете, развивайся сам, и не скажете, что так хорошо, что так плохо, то вы ростите, в принципе, мауглю, або дебил. Все же таки, вы ей скажете на 30%, это хорошо или плохо, но достаточно больше простору. А если вы будете ей бить и учить, то вы ростите, ну, зажата людина, комплекс, психопат и в конце-к конце маньяк. Автономия Донбаса? У нас в Украине автономия, да, как таке вопрос, не разглядается. Потому что автономия, это, можно сказать, забудьте про часть своей земли. Я вважаю, что нам нужен особенный статус, так как говорится, но не такой, как он прописан сейчас для Донбаса, а действительно особенный статус для всей Украины. Потому что Украина своего часа, до часов, напевно, Хмельницкого, была хатерянской державой. Ну, вот так собі розвивалися Корені, Січ. И каждая знала громада, как и править своей землей, и никто никого не учить, как жить. И я вважаю, что сейчас так же надо дать волю, в большинстве случаев, всем украинцам, повсеместно, громадам. И Донбас, и Луганск, и Луганская Донецкая область, они так же, даже окупованные территории, мают повное право, так как и на Закарпатте, так как и в Центральной Украине, Хмельниччине, для того, чтобы их не душила вот эта вот Банкова, и тогда у нас все будет хорошо. Но автономия, это откол земли, и это просто сдача своих территорий, а на данный час врагом. Ну, на самом деле, они же требуют эту автономию. На самом деле, они требуют хорошо жить. Они требовали спецстатус, насколько я помню, в последний час. Про автономию я еще не слышала, но далее будут и такие звучатые заявки, и далее, и далее. Чем больше помилок сделает наша влада по повернению наших земель, тем больше у нас будет шансов их втратить. Поэтому я вважаю, что если бы выбрать грамотную политику и дать этим людям, потому что это не только Донбас, жить независимо и дыхать от этой системы, которая централизована сейчас, хотят все. Ну, будем говорить, это я почему-то такие вопросы сделал. Потому что в прошлый раз мы когда с тобой разговаривали, лично, ты интересовалась словом либертарианство. Как тебе удалось познакомиться с идеями? Да, да, да. Всеядность. Не, на жаль, у меня не было часу, або я очень ленива, або действительно график у меня сейчас не на то спрямованный, для того, чтобы я вникла глубоко. Я не дурная людина, я достаточно самообучаемая, и быстро учусь, но если действительно на тот час, и что-то тебе не гложет больше, сейчас у меня действительно немного другой направл. Но все это, что вы говорите, оно действительно потребное, актуальное, и если политик собирается заниматься подальшею государственной работой, то каждое из этих вопросов надо изучить. Но никто не изучается за год, или 9 месяцев, сколько я там на воле. Ну, в принципе, можно это выучить за 10 уроков. Да, если есть час, то есть 10 уроков. А если их сделать публичными, то это вообще здорово. Представляешь, Надежда Савченко учится экономике. Только слушает и задает вопросы. Я скажу, что большинство лекторов, которые читают экономические курсы в очень розумных, потужных университетах, скажут, что это просто ширпотреб. Ну, не можно научить человеку экономики за 10 уроков, и тем более, кто там будет учитель. Это же генеи, учатся, пишут докторские, научные. И то, уважаю тебя, каждое. Более того, я тебе хотел предложить это сделать публично, в прямом эфире. Ты приходишь сюда, и один час задаешь вопросы. Никаких экзаменов люди будут слушать. Им будет интересно, какие ты вопросы задаешь, как ты продвинулась. Это же не значит уроки задавать. Просто ты задаешь вопросы, которые тебя интересуют. Потому что я-то буду рассказывать про либертарианство, про то, в какие страны идут деньги, из каких они бегут, как сделать украинца очень богатым, самым богатым в мире, какие для этого есть экономические методы в мире, которые уже опробованы веками. Да, я, напевно, этого не знаю, и мне нужно было бы это вивчитать, но я тогда предлагаю следующий вариант. Уроки на бегу. Вот стремить будем, да, эти уроки, в тот час, когда мы будем нестися целую ночь в Донецк, потом быстро из Донецка в Львов, потом из Львова куда-нибудь в Тернополь, потом Хмельницк, и вот по дороге, в ночи не спавши, в день працючись с людьми, мы будем вивчать вот это. Ты не думала, что иногда у тебя, достаточно сильно вытолкнула тебя наверх. Средства массовой информации, твоя история, на тебя сильно обратили внимание все, и, в принципе, тебе, может быть, стоит остановиться и заняться немножко самообразованием, потому что, если вот так вот передвигаться, то, в принципе, никакого образования не получится. Янадь, а ты не думала про то, что меня виштовхнули, как ты говоришь, наверх, у нас ничего просто так, с доброю волей, кого-то другого, кроме самого себя, не виштовхует. Просто мне жалко, что бренд надежды существует, который может быть использован, знаешь, как топор, можно им дрова наколоть, а можно кому-то голову разбить. От у тебя, получается, с твоим брендом примерно такое же самое получается. Хочу еще раз донести, чтобы ты меня не понимал. Я такой бренд, именно того, что я я собою. Чомусь не виштовхнуло так тебе, або еще кого-нибудь, да? Не виштовхнуло. Ну, не вишло у вас. Вы тоже делали все. Я ничего не делала, а вы делали. Но у вас что-то не виштовхнуло. Значит, может, вы делали что-то не так. Может, то, что делаю я, как раз и зрозумело, и потребно просто в этой ситуации и простей людине. Тому, стосовно того, чи треба мене заняться самообучением, для того, чтобы цей бренд не пропал. Не надо меня расценивать, я не знаю, как статуэтку, або стакан води. Ну, посмотри, бренд Парасюка существовал. Тоже потрясающий взлет. И посмотри, во что все это превратилось. Очень много таких брендов существовало, которые потом просто превращаются в грязь. Ты на всех людей повесил бирки и цинники. Кто? Ты никогда не думал, ну, ты. Ты вот говоришь про меня, как про речь. Ты не думаешь, что я живу людином? Нет, я как про бренд, который можно использовать, в том числе и в моих интересах, допустим, для раскрутки либертарианской идеи. Но для этого тебе надо заразить либертарианской идеей. А для этого я бы, например, публично с удовольствием с 17 до 18 каждый день читал бы лекцию про либертарианство, надежды, которая просто задает вопросы. А люди, представляешь, слушают это. Более того, они уважают надежу за то, что ты подожди. Она вопросы задает. Она интересуется. Она наши вопросы задает. Может быть, я тебя убедил бы, что надо продать 3,5 тысячи предприятий. Что надо снять мораторий на продажу земли. Что надо разрешить иностранцам покупать землю. Чтобы в Украине стало богато. Это же твой соотечественник. А вдруг я прав? Вдруг, конечно, ты можешь быть прав. Але давай почнемо с того, что, перше, я не речь. Друге, таких, как ты, желающих меня научить, с меня что-то сделать, вештей-решт, с меня что-то помать, очень много. И я как раз остаюсь с собой. И, возможно, только через это меня так выштовхивает, что меня не так-то легко в чем-то переконать. И если я чувствую, что землю продавать не нужно для того, чтобы украинец стал богатый, потому что так мы уже жили при Сталине. Людине нужно забирать землю и волю, и людина помирает. И користоваться только с того, знаешь, ты очень похожий на бабочку, которая все лето пропела, а потом ничего не имела. Так вот, очень хорошо прожить твоего поколения. Нет, вообще-то я имею. У меня есть и дома, у меня есть недвижимость, у меня, в конце концов, есть строя детей, у меня есть партия, в отличие от тебя, у меня много есть. У меня есть идея, которую я продвигаю в Украине. Я тебе говорю сейчас в масштабах вечности, ты как бабочка. А я не знаю, масштабы вечности мы сейчас не обсуждаем. Ты можешь взяти и Украину съесть за три поколения, а дальше Украина не будет много, потому что твоя система, твоя либертарянство, вся твоя идея, я намагалась прислушаться, я смотрела, я анализовала, как оно может быть. Это таки, знаешь, прожигание молодости. Ты не думаешь стратегично на роки 10 тысяч вперед, а что будет потом с Украиной? Я вижу мировой опыт. Американцы продают землю, кому не попадет. Америка не Украина. Америка велика. И никто не купит каньон, он просто никому не потребен. Туда хиба, что экскурсии ходить, водить. А вот через землю куплять. А знаешь, чем велика проблема? Потому что земля есть вот так, а есть вот так, кубом, так? Не, не понимаю. Площа. Можно продать площу, можно продать глибанок. Я просто тебе открою секрет, наверное, ты не знаешь, что в Америке земля получше, чем у нас. И она продается. Она продается арабам, китайцам, всех, кто туда приезжает работать. Более того, они это делают с удовольствием, они принимают все нации к себе. Они счастливы, когда приезжают туда люди. Ну, зараз Трамп, напевно, будет вести трошки иншу политику. Нет, Америка, как вела, так говорит. Это натыкается на права человека. Потому что продажа земли, мораторий на продажу земли, это ущемление прав человека. Кто мает право продавать землю? Все. Кто хочет, кто ее обладает. Правильно. Кто на ней володеет? А кто на ней володеет? Ну, бабушки сидят в селе, у них есть сельхоз, земля, они ее продать не могут. Они умирают на ней. Где же она у них есть? Где у нас законно выписано, что у нее нет? А там она распоевана, у них есть пайза, которым они закреплены, и их заставляют дешево сдавать в аренду. Та бредятина, ее уже давно купили, вкрали нашу землю у этих бабушек. Бабушки еще просто про это не знают. Как же они могли купить, если запрещена продажа? О, они купили, поверь. Нет, они хитро переоформили. Правильно, они хитро переоформили. Так вот. Теперь, смотри, продаем землю. И уже переоформлена земля так, что бабушка пая не мает. И эта бабушка помре. Знаешь что? Потому что тот, кто мает одну пято, одну сьом у территории Украины, прийдет и скажет, вот теперь продаж земли, Я слышал эту версию вчера по телевизору, ты ее сказала. Не надо ее озвучивать больше нигде. Почему? Потому что у земли есть не только права, но и обязанности. И наверняка это будет прописано в законе, что стешку, например, или дорогу приватизировать нельзя ни в коем случае. Есть еще такое понятие, как право сервитута, то есть закрепление некоторых прав, прилегающих территориях к твоему частному участку. Мы сейчас говорим о праве той же самой бабушки продавать землю. Вот ей сказали в течение 20 лет, говорят, ты не имеешь права продавать свою землю, потому что мы так решили. В Верховной Раде. Значит, у нас за Конституцией земля и надара належать народу. Теперь подумай про то, что когда бабушка продаст один квадратный метр земли, Это ее земля. Это ее земля? Да. Продала она, обдурили бабушку. Нет, подожди, обдурили, это ее проблемы. Не надо решать за нее проблемы. А тебе давай запретим тебе продавать квартиру. А что, вдруг тебя обдурят? Так, послухай, пожалуйста. Есть еще куп, правильно? Купивши у бабушки поле, ты под этим полем маешь підземное пресноводное озеро, а под пресноводным озером ты маешь, например, руду. И когда ты купляешь землю, то в тебе виходит не только площина, в тебе виходит еще и глубина. И что? Ну, обычно, в всем мире, кто владеет землей, может на ней добывать надра, платить государству или там народу какую-то ренту. Потрясающе. От нехай берем оренду. Потрясающе. От нехай берем оренду. От нехай платить здобойчиво. Не так, как у нас, например, нафта, газ добывается в Украине, отдающие какие-то мизерные копейки в державу, все решта кладучие. Нехай будет так, как в Саудовской Аравии. Платить каждому. От тогда да. Друзья, прийшла якась людина, яка купила куб земли, викачала пресноводное озеро, а это стратегический запас. На випадок того, если будет засуха или что-то, то это стратегический запас, который несет экологическую катастрофу. Викачавши озеро або викачавши какую-то там подземную породу, идуть завали. И эта бабка, которая продала землю какому-то такому комерсу, который думает, что можно вот так просто все взять и заработать. И бабке идет хата под низ, под отпос. И бабка не может понять, что же она такая дура. Кто же ее так обдурил, что она вот так вот продала. Тому для того, чтобы защитить украинцев, которые еще не очень сильно и защирились вивчать такое хитрое ліберторианство, я как раз и забороняю пока что такие законы. Пока каждая бабка не будет понимать так, как ты, экономику, для того, чтобы таки, как ты, в бабки ничего не вкрав. Теперь я понятно объяснила? А если бабка живет в квартире, и вдруг у нее купят эту квартиру обдурят, может, мы ей запретим за одной квартирами торговать? Знаешь, вот я сейчас маю, как народный депутат, действительно, очень много таких проблем. Когда приходят бабки и говорят, меня обдурили, законодательное поле не работает. Ну давай запретим. Мне не заборонили продавать квартиру. Я продала. Давай еще машины запретим продавать. А вдруг машину они так купят? Нет, давай я сделаю так, чтобы не могли надурить людей. Чтобы у нас было чесное и прозорное законодательство и защищение настолько, чтобы люди не боялись продавать. Для этого они должны помнить. Все. А это практически невозможно, потому что их дурит телевизор. Ну, это да. И показывают политиков, которые, извини, мракобесием занимаются и рассказывают мракобесные истории через вот этот экран. И они слушают эти мракобесные истории и верят политикам, что, не дай бог, землю купят. Знаешь, кто защищает мораторий на землю? Те, которые ее не имеют. У тебя есть земля сельскохозяйственного назначения? Да, есть. Есть? Весемь соток. Весемь соток. Ты можешь ее продать? Для чего? Не, ну, я задал вопрос. Я там картоплю с буряками, сижу на голодный год. Ты можешь воспользоваться своим правом продать свою землю, которую, ты сказал, у тебя есть. Я не проверял. Можу. Хата с садебным участком могу продать. То есть эту можно продать. А если бы у тебя было поле, ты могла бы его продать? Я бы ее туда тем больше не продавала. Нет. Могла бы или нет? Я сейчас говорю, это я твое желание. Я кажу бажание. Могла бы или нет, согласно закону по мораторию, ты могла бы свое поле продать на свободном рынке или нет? У нас моратория. Нет. И хай он будет как можно дольше. Потому что, если бы я продавала это поле при такой системе, которая есть сейчас, при том, что сейчас делается в парламенте, при том, какие сейчас сейчас законы, и какие они лобистские, и кто что крадет, то у меня бы эту землю просто вкрали. За копейки, например. А потом я долго кусала себе локти. Так вот, мне набагато вигаднее сдавать в оренду эту землю, смотреть, как человек на ней работает, и всегда иметь землю при себе. Сейчас наши крестьяне сдают, по-моему, 400 гривен за гектар. Это нижайшая цена, ниже вообще плитуса. И они заставляют их сдавать. Потому что они не могут. И они бы многие решили бы продать ее, дать внучке, уехать в город. Но они привязаны к этому участку земли. Им в лучшем случае раз в год платят 400 гривен за эту гектару. А чего мы тогда не сделаем хороший закон про оренду земли? Чтобы она была дорога? Я просто знаю, что тебе рассказываю. Может, украинцы будут достать оренди, а не продаж земли? Я тебе экономическое просвещение делаю. А оренду берешь дорогу. То есть, если людям запрещать продавать землю, то цены на землю не будет нормальной. И цены на оренду не будет нормальной. Более того, я тебе открою секрет, что пока будет мораторий на сельхозземлю, никакие инвестиции из-за рубежа в сельское хозяйство не будут идти. Это чистая экономика. У нас же можно развивать свое сельское господарство. Можно, но его не развивают. Тут уже 20 лет. У нас много, что они развивают. И денег нет, и люди нищие. По причине того, что мораторий на землю, что работают госпредприятия, что это расплодило коррупцию. Перейдем к госпредприятиям. Землю мы уже обсудили. Я тебе сказала, что сейчас люди нищие, а то, что ты пропонуешь, людей просто убьют. Им не будет где жить. Они просто умрут. У них будут деньги. Поэтому давайте подумаем про то, пока не будет порядной влады, пока не будет законов, которые защищают человека, а не дают возможность вкрасти, до таких законов, которые являются стратегически важными, но наиболее горячими, если их принять сейчас, мы разрушим всю Украину. Поэтому пока не будет розумов, которые могут это сделать, дуракам в руки Украину. Я доверять не хочу. Поэтому я против таких законов. То есть ты считаешь этих людей, которые владеют сельскими землями, дураками? Нет, я считаю... Но это же земля. Я считаю законодавцев, которые пишут такие законопроекти, дураками. Або сволочами и подлюками. Эти сволочи и подлюки, законодавцы, запретили этим людям продавать свой сельскохозяйственный участок, считая их дураками. Еще раз поясню, чтобы ты не перекручиваешь информацию. Люди, которые пишут законы в Верховной Раде, пишут их двух типов. Один популистский. А владельцы земли. А я сейчас... Можно ему продать свою землю или нельзя? Сейчас не можно. Ему можно володить его землю. Но он дурный. Нет, дурный тот, кто напишет такой закон, который потом в людини это все вкрадет. Або дурный, або пидный. Тут есть две разницы. Перейдем к госпредприятиям. У нас три с половиной тысячи госпредприятий. Каждое госпредприятие практически коррумпировано. От директора до начальника отдела. Это все связано с министерством. Они назначают свои госпредприятия. И вся коррупция страны держится на госпредприятиях. Ты согласен с этим? У нас коррупция держится скрізь и на всему. Дальше что? Продать все госпредприятия. Да. Вот есть одно из предложений либертарианцев. Это продать все госпредприятия, чтобы устранить причину коррупции. Я тебе скажу. Душу продай свою. Продай душу. И не паразитуй, будь ласка, на розуме людей, рассказывая им, что когда они все продадут, у них все будет добре. Нет, они не продают. Это продает государство. Продать можно только раз. Вкрасти можно в людини тоже раз. И потом людина помирает. Поэтому перед оцей великой теорией 5.10, оцей космической теорией, выдержанной от Земли, если ты хочешь действительно людям пропагановать, 5.10 это единственный выход из нищеты. Выйди из нищеты, 5.10, выйди из своей нищеты, хотя в принципе в тебе еще не нищета. У меня все нормально. Чудово, живи так. Я богатый человек. Я знаю, как зарабатывать деньги. Я знаю научные теории. Я очень хорошо знаком с любезнодействием. Я знаю, что страны, которые вводили нижнейшие налоги, типа 5.10, они стремительно богатели. Их граждане становились стремительно богатыми, сказочно богатыми. Более того, я тебе скажу, Америка 19 века, жила без налогов. Не таки жадные, для того, чтобы стрелять, как ты говоришь, стремительно, страстно, богатыми. Давай подумаем про то, что ты политик, а не державник. Або даже, может, не политик, а просто бизнесмен. Я хочу убрать государство из экономики вообще. А я хочу быть державником, для того, чтобы страну развивать, понимаешь? А можешь ли ты это делать? У тебя же нет экономического образования. Ничего страшного. Ты же не заканчивала, даже ты не вела бизнес, ты никогда не зарабатывал денег, ты в этом просто ничего не понимаешь. Но ты говоришь, я берусь этим управлять. А ты вважаешь, что державой может керовать только исключительно экономика? Больше в державотворении немае ничего, кроме экономики? Хотя бы, чтобы человек был образованный, умный и имел какой-то опыт. Ну, я сумею, что у тебя есть культурное вихование, науковое, я не знаю. Ты не можешь быть выкладчиком или музыкантом. Я 25 лет в бизнесе, я бизнес-философ, я написал две книжки, я образовываю людей, я читаю тренинги, в конце концов, на ютубе я рассказываю про бизнес, как это делать. Дуже добре. Я в конце концов создав учение 5-10. И 5-10 это единственный выгод из нищеты для граждан Украины. Ты знаешь, очень много религийный секс тоже создавал учения. Это не проблема. Поясню еще раз. Людина одна, как ты говоришь, если ты считаешь, что я одна, на что не здатна, то для этого есть политические команды, где может кто-то быть разумнейший за тебя в экономике, а как ты можешь выбрать своего партнера, если у тебя взгляды государственника, каких ты будешь выбирать? Таких, в которых в нас погляди сходятся. Ну, умных, надеюсь. Или если у вас только погляди сходятся. А если все твои погляди на экономику абсолютно ошибочны, более того, они подпитывают это воровское государство, более того, они твои погляди порождают коррупцию, потому что фактически погляди сформированы, либо через телевизор, через бредовые рассказы каких-то псевдоэкономистов. Ты можешь допустить эту мысль, что ты ошибаешься? Я розумная людина и, в принципе, достаточно самокритична. И, конечно, я могу пропустить думку, что все люди помиляются, и я в том числе. Стосовно того, где и как я выбираю экономистов, я не слушаю одного. Мне не можно делать мозг, вважаючи себя только моим партнером. Я слушаю многих экономистов. Слушаю, где у вас пересекаются. Какое направление тебе нравится? Какое видишь ты для Украины? Или нет, я задам тебе прочий вопрос. На какую бы ты хотела, чтобы Украина была страной похожей? Какая страна в мире тебе нравится? Для того, чтобы она развивалась совсем в новом державустроении. Такого еще не было. С какими экономическими учениями знакома? Тебе цікавлять відповіди? Чи тебе цікавят зараз пропиарити, доказавши, что я дурніша за тебе? Нет, я ничего не хочу доказать. Мы договорились. Ты супер-бренд. Этот супер-бренд, я говорю, можно зарядить, например, ложной коммунистической теорией или супер-классной теории либертарианства. Я пытаюсь тебя всего лишь зарядить правильно. Значит, давай я тебе поясню. Давай. Я не супер-бренд, я людина. Еще раз поясню. Ну хорошо, людина, супер-людина. зарядить меня неможливо, потому что мне неможливо управлять, и таки, как ты. Образовать тебя можно? Такие, как ты. На меня никогда не будут мать впливу. Освечить меня можно. Я постоянно самоосвечую, самоотвечиваю. А какие люди на тебя влияют? На меня впливает життя. И все люди в симббиозе. У тебя есть какие-то кумиры? Нет, нет. Какие-то актеры, которые тебе нравятся? Какие-то фильмы, которые тебе нравятся? Фильмы есть, которые тебе нравятся? А какие ты любишь? Побеги Шоушенга. Не про киномичную теорию, а про силу людского духа. Вот такие фильмы мне подобаются. Я не строю себе кумиров. У меня нет идеалов. Я zwyкла и чую всех людей. И я ловлю экономичные теории, какие-то бачения. И те, что мои с тобой не сбегаются, это не означает, что я дурнейший от тебя, потому что ты понимаешь. Это означает, что мы просто по-разному бачим Украину. Надежда, люди в основном свои очень глупые и часто необразованные. И, честно говоря, они скорее хотят от тебя получить подсказку, как жить, а не то, чтобы ты у них спрашивала, ребята, скажите, как нам жить. Ты не человек? Ну, вообще да. Как бы человек. А домашний прямакт. Ты глупый, необразованный и хочешь получить от меня подсказку, как тебе жить. Ну, то где я тебе скажу? Нет, я бы не задавал тебе вопросы, как мне жить. Да? Надо же. Уявляешь, такие люди, и ты ем, они не задаются питаниями. Во-первых, ты намного младше меня. Во-вторых, твой жизненный опыт равен нулю. Детей у тебя нет. Вряд ли ты тот человек, у которого я буду спрашивать, как мне жить. Потом у меня есть высшее образование. Ну, про житей в идущий можно поспорить. Я тоже был народным депутатом. что ты хочешь учиться. Я и хочу учиться, но это не означает, что я выбираю тебя своим учителем. Не надо меня выбирать. Тогда я учусь. Звідки ты знаешь, что я не учусь. У кого ты будешь учиться? Я выберу, у кого я буду учиться. Вот я же тебе задал вопрос. Ты была на экономическом форуме. Я простой вопрос задал. А что там рассказывать? Тебе треба прозвище, чи что тебе треба? Я бы тебе рассказала. Что там рассказывать? Тема какая была? Ты даже не слухав. Там была тема, как раз таки, детенизация бизнеса. Оце была тема форума. Такие были предложения по детенизации бизнеса. Ну, ты же была на экономическом форуме. Там были какие-то предложения? Я пыталась тебе объяснить, что этот форум произошел так, что не прозвучало навіть конкретно пропозиции, потому что они показали слайды, они показали реально то, что хочет бизнес. И потом політики это все просто задавили. Я тебе сейчас всего этого не перерахую. Там было очень-очень много пунктов. Яки из них были? Да, понижение податков, податковый кодекс, чтобы был изменен, чтобы была изменена митница реформована для того, чтобы можно было. Там было очень много всего. Ты не хочешь сейчас чути ответы. Ты хочешь сейчас похизироваться в своем канале на фоне меня. Это, по-моему, вся задача, которая твоя стояла. И ты сейчас принижаешь людей, рассказывая, что люди дебили, они не самые умные. Они хотят, чтобы им кто-то вказал выход, а ты сидишь самым разумным. То это должен ему сказать выход. Во всяком случае, лучше слушать умных людей. Ну, тогда, наверное, каждая людина выберет, кого разумно она будет слушать и почему ты думаешь, что начнут слушать тебя? С таким ставлением до людей люди также будут ставиться и до тебя. Я никогда не считаю, что спілкуюсь с дураком, даже если человек не разумнейший за меня. Я считаю, что каждая людина имеет право на свой выбор. Учитися и думать. Мы пойдем у людей спросим. Я не слышала, чтобы так политики когда-нибудь говорили. Все говорят. Ляшко идет к народу, что вам надо. На вылог всех. Тимошенко говорит, идем к народу, спросим. Они говорят, что мы выводим людей. Вот наша программа. Вот ваш кандидат. Вы за него будете голосовать. Ты не плутай, пожалуйста, популизм, то, что они научились говорить людям, что ласкают их уши, и с теми людьми, которые могут действительно говорить и делать щиро. Надежда, а может быть, это у тебя тоже популизм? Вот, например, по той же земле, по тем же госпредприятиям. Ты абсолютно правильный. Главное, чтобы пришли наверх честные, порядочные люди. Ну, вот уже 25 лет никто не приходит. Я не сказала. Это как раз таки теория, что нам нужно изменить и подобрать людей. Кто будет подбирать? Кадри, кадри. Кто будет подбирать? Ну, хорошая фраза. Надо подобрать людей. Это фраза не моя. Я с ней согласен именно в каком-то проценте. Потому что, на самом деле, нам нужна изменена политической системы и узаконение в Конституции Украины всех законов. Для того, чтобы выяснить чуткие коридоры законные, за которые люди не смогут выходить. И тогда эти люди отберутся. На все. Ты говоришь, эту систему надо поменять на другую систему. Ты почему слышать другую систему? А, ой, что ты хочешь почути. Ну, это уже, напевно, тогда ты до меня прийдешь в школу учиться. Я тебе расскажу свою теорию развития Украины. Ты объясняешь задавать вопросы? Я понимаю, у нас часа на это нет. Это тоже полтора часа лекции, можешь приходить и послушать. Тебе почитают и я, мои помощники, просто люди, которых я встречала, такие сами науковцы, может даже набагато понимающие за тебя. Где-то почитать? И экономисты. Свою теорию где-то почитать? Нет, я ее не писала, не защищала. Просто рассказывали? Есть люди, которые писали, и каким-то занимались, и, в принципе, можно почитать, это коммунистическое, социальное. Нет, нет, это твоя либертарианство. Капиталистическое, либертарианство. Ей еще не придумали, скажем так, такое модное слово, как либертарианство. Дело в том, что по ответам на вопросы, которые я задавал, я не случайно в начале их задавал, ты точно не либертарианка, ты, скорее, государственница. Ну, может, ты считаешь, что кто-то в государстве может все знать и управлять, просто он должен быть честным, порядочным человеком. Это, конечно, хороший вариант. Логично. Да, действительно, у нас после выхода из хаоса и приведения Украины до какого-то нормального стабильного строя будет певный час и диктатури, будет певный час управления одной человеком, потом будет развитие людей, которые могут быть кадрами. И, в конце концов, это дойдет до того же либертарианства, когда люди, общество сможешь керовать своим жизнью, своей экономикой, своими распоряжаться всем майном, своей державой и развивать ее так, как они захочут. Но в других странах приходить и рубить голову сразу. Это не спрацует сейчас. Во множестве стран вначале давали экономическую свободу, свободу личности, потом люди богатели. И когда у них уже были высочайшие зарплаты, там минимум 5, скажи мне, будь ласка, что при отакой демократии. Что при отакой воле экономичной, от зараз в нашей ситуации беремо, с нашими там 5-9 олигархами, дай оцю экономичную свободу, про яку ты рассказываешь. Розкажи мне розвиток Украины. Что будет? Да. Что будет? Открытые границы, свободное хождение валют, люди будут бешено зарабатывать денег. Сюда будут идти инвестиции, сюда будут ехать люди, ехать зарабатывая денег. А твои олигархи все не купят, они нигде не могут ничего купить. Они в этой системе умрут, потому что все олигархи выходят из государства, потому что государство все захватило. Вот убедило людей, в том числе политиков и народ, что надо держать госпредприятия, это для их блага, надо контролировать землю, это для их блага. Но на этом как раз и появляются олигархи, потому что все деньги олигархов это из государственного сектора, из управления государственными предприятиями. Ты сприймаешь державу, как так, как она сбудована сейчас. Ну давай назовем то слово не держава, а краяна. Да, Савок. То есть, вот самая государственность, державность, она асоциируется с Савком. Да, слишком много государства в экономике. Ну, когда я говорю, что державником, то это человек, которая стратегически думает наперед, которая умеет попустить вишки и действительно сделать лучше для своего народа, которая умеет принимать вот такие вот экономично-грамотные решения на потом. Ну, то есть абстрактный чиновник. Так скажу? Ну, абстрактный чиновник. Это уже еще какие-то новые понятия вводишь. Абстрактный чиновник? Ну, ты же говоришь, людина така-така-така, она должна уметь вот это, державник назовем его. Ну, да, человека я называю державником. Ну, нехай будет сейчас это называется чиновником. Любой чиновник управляет не своим, чужим. Своим он никогда не управлял. Своим управляет только частный предприниматель. Это все понятно. Но, смотрите, ну, не может все быть своим для кого-то. Да? Остается что-то, как атомная станция. Кому ты ее продаешь? Это тоже может быть акционерное общество. Например, в Америке даже компания, которая выпускает оружие, является маленьким предприятием, большим. Да, однозначно. И государство в ней закупает, точнее, министерство. Знаешь, сколько в Америке этих государственных предприятий? 14 штук. И то плохо. Хорошо. Купил атомную станцию якийсь маньяк, который имеет гроши, и просто ее подорвал. Это предположение. Такое невозможно. Потому что это ограничение с законом. И может маньяк купить. Это акционерное общество. Слушай, у нас много маньяков, або, я не знаю, не совсем здорово психично хворих людей пришло в Верховную Раду и стоят президентом, и урядом. И ничего. И никто не знает. В Америке выпускает частное предприятие. Владеть этим частным предприятием может араб частично, Китай частично, Русский частично. Но в любом таком предприятии есть гриф секретности на определенную продукцию. С одной стороны она представлена на бирже, то есть она продается акции, а с другой стороны управление обязано выполнять закон в том плане, что там секретная есть негрития. И они осуществляют поставки на Министерство обороны. Но Америка никогда не выпускает оружие как государство. Там выпускают частные компании. У нас, например, оружие выпускает государство. В результате возникает Пашинский твой друг. Вот это да. Там есть закон, за которым действуют эти люди. Они согласны, они работают в этом законе. Их влаштовывается система. Да, но Америка вышла из того, что вначале дала свободу, а потом начала добавлять законы, которые все это упорядочили. Помнишь, в Америке был час Чикаго, да? Вот Украина тоже пройдет этот час. И после того, мы дойдем до того, как живет Америка. Но чтобы превратиться в Чикаго, нужна свобода. Не, как раз, в Чикаго те, как гангстеры гуляли. В времен Аль-Капоне. Да, да. Это было очень богатое государство. Это был очень богатый город, который родился из-за того, что была экономическая свобода. Самые низкие налоги в мире. Сколько было перестреляно людей заради этой экономической свободы? Николай не арховывали. Ну, когда люди богатеют, они себя ведут иногда неадекватно. Так же, как и бегеют. Ты очень правильно сказал. Люди богатеют и ведут себя неадекватно. Поэтому давай так. Я не буду продавать свою страну и разминивать на идиотизм придурков, которые будут богатеть или беднее вести себя на реках. Я тебе не предлагал продавать страну. Я просто бачу. Так ты запропонувал, что они раздать по частям, продать просто всю. Украины не будет. Ты понимаешь? Я тебя просил обратить внимание. Я звернула вам. Все страны, которые выбирали экономическую свободу для своих граждан, делали эти граждан богатыми. И эти страны сейчас пример для нас. Соединенные Штаты Америки, Швеция, Сингапур, Дубай. Это вот ближайшие страны, которые можно поехать пощупать. Но все равно там есть влада и есть чиновники. У них была влада, но они дали экономическую свободу. Даже Испания, у них была диктатура. И то они дали экономическую свободу. Ты вообще в стране больше ничего не видишь. Пока люди бедные, вот Ликван Ю сказал, что демократия это очень дорогая штука. И она может быть в стране, в которой доход на душу населения не менее 5000 долларов. У нас сегодня доход на душу населения примерно 100 долларов. В этой системе демократии быть не может. Поэтому эта теория говорит о том, что дайте людям вначале разбогатеть. У нас мы столкнемся с огромным количеством проблем. Но человек должен вначале разбогатеть, чтобы стать самостоятельным. Это значит, что здесь очень с тобой согласна. Дайте людине разбогатеть. Но давай подумаем так, чтобы дать людине разбогатеть бережно и обережно. Не разбогатеть одноденно, просто просадивши все свое маяно, а потом ничего не мать. Всым рештам поколениям. Мы с тобой разбирали эту ситуацию. Людям запретили продавать свою землю. Почекай. Когда люди продадут свою землю, у них больше не будет земли. А что в них будет? Гроши? А гроши за кем? Я скажу, что если не будет свободного рынка земли, сюда инвестиции не пойдут. Почекайте с инвестициями. Людина продала землю. Это все, что в ней было. А если в Украину не поедут деньги, то они будут оставаться нищими. Людина потратила все свои гроши от земли. Дальше. Это ее проблема. Это она продала. Это ее земля. Она может ее продавать. Ты же свою квартиру можешь продавать. Теперь сбывайся с темой, потому что я понимаю, в чем твоя проблема. Не ходи по замкнутому колу. У меня нет проблем. Я очень устойчиво говорю о либертарианстве и свободе. Людина продала землю. Это все, что в ней было. Людина не была достаточно розумна, так как ты считаешь всех украинцев дураками и дебилами, и стадом, и бидлом. Вот она не была достаточно розумна. Она не смогла скористаться этими грошами, чтобы вкласти их как-то выгодно, чтобы научиться выготовлять что-то, например, за эти гроши или своими руками, или каким-то своим трудом. Она продала все гроши, она все закинчила. И ты говоришь, это ее проблемы. Так ты просто хочешь, чтобы вымерла часть Украины, которая не сможет выжить так, как ты? Яка не станет хитрее за других, чтобы обдурить других и выйти Она спивается на этой земле и ничего не может заработать. Она в нищете там проектовывает. А некоторые люди уехали работать в город, а землю бросили там и ничего не получают. Геннадий, значит, я тебе дуже дякую. Я теперь зрозумела, до чего иде твое либертарианство. Ты человек, який народил детей и пишаешься этим. Но ты не тот человек, который умеет воювать, который идет на фронт и защищает своих детей и свою землю. Ты тот человек, который... Я был в Крыму, меня Гиркин похитил. Ой, все хорошо. Так что я повоювал в свое. Чудово. Тоже был в плену. В плену это не воювать. Это разные вещи. Ты не та людина, понимаешь, которая думает про кого-то. Ты думаешь только про себя. И ты сейчас думаешь такую экономическую систему в Украине. Про свою семью, про себя, про детей, про их будущее. Все чудово. Чтобы они остались в этой стране и не эмигрировали в США. А у меня, ты правильно сказал, у меня нет своих детей, у меня нет своего бизнеса. Ну, я при этом... Я нет жизненного опыта. Я вот о чем говорю. Житевый опыт, ну, это разные вещи. Мне кажется, если ты имеешь в виду, у меня нет жизненного экономического, то у меня очень много житового и управления государством, и управления предприятием, и взаимодействие с людьми. Много вещей нет. Про взаимодействие с людьми давай мы поспоречаемся наступного разу. Стосовно керувания какими-нибудь державными структурами, так, такого досвіду немає, но это не означает, это досвід не можно назвать життевым. Это немає професійного досвіду саме в тех профессиях, в которых я сейчас працюю. Но 36 лет это уже достаточно життевого досвіду. И, ты знаешь, я люблю Украину. Для меня каждого Украины все так, как для тебя. Чем мы можем быть полезны Украине? Для тебя родина, твоя дитина и твой внук. Так вот ты думаешь только про своих, а я думаю про каждого, только не про таких, как ты. Ну, когда обычно люди говорят, разве Порошенко не про каждого думает? Разве Тимошенко не про каждого думает? Разве Лешко не каждого защищает? Разве каждый депутат не каждого защищает? А я говорю откровенно, я думаю о себе, о своих детях, я хочу зарабатывать в этой стране. Мне тяжело в этой стране работать, меня задушило государство. Людям задрели голову, не дают продавать землю, насадили госпредприятий, превратили все в коррупционную схему. И тебя используют в том, чтобы их защищать. Значит, я вважаю, что кто из нас щиро говорит, это вот как раз мы делаем для детей. Я люблю себя, я щиро скажу, а ты кого? Да, ты еще не умеешь слушать других, это тоже в тебе есть. Мы сейчас говорим специально это в эфир, чтобы люди сами оценили всех тех депутатов, которых ты перечислил, которые говорят что-то, оценили меня, оценили тебя и сами решили, кому верить. Ты можешь сколько угодно втюхивать людям свою идею в голову, но каждая людина имеет право выбирать сама. Я пытаюсь выяснить твою идею. Тут возникает, я прошу прощения. Ты же не знаешь. А потом, как ты распорядишься неправильно, твоя жизнь поменяется в худшую сторону. Вы сейчас слышали только, что другую теорию. Выникает государство, которую предлагает сделать, да, Геннадий, которая говорит, вот это твои, а если ты распорядишься неправильно, то это твои проблемы. Все. Это свободная идея. Так я к тому, что вы только что, Надежда, сами сказали, что каждый человек имеет право выбора. И сейчас же сами себе противоречите. Вы сейчас очень правильно говорите, не враховывая еще некоторых нюансов. Есть люди-инвалиды, они тоже имеют землю, но они не могут сделать выбор. Нет, они могут его сделать, но по-любому такие... Нет, если они психически больные, значит у них есть опекуны. Но почему у них нет права на землю? Есть. А опыты не могут выявиться нечасными. Нет у них права на землю, они не могут им распоряжаться. А вы не предполагаете, что человеку земля может быть не нужна в принципе? Вот он захотел уехать из села вообще, хочет продать и уехать, и избавиться. А тут раз мораторий. Значит, я хочу видеть Украину в будущем. Там, где действительно каждая людина будет сведома мать право выбора. И будет мать достаточно политичную, юридичную, экономичную освету, ну грамотность, скажем, не освету. И сможет скористаться этим правом. Но я очень боюсь, что пока люди научатся, а это когда люди намагалися этому не вчити много поколений, научить их за одно поколение будет достаточно тяжело. И пока люди будут научатся, найдутся вот такие дилки, как вот вы сейчас говорите, типа 5-10, и всех их реформ, которые сделают уже так, что... 5-10 не дилки, а партия, которая отстаивает свою либертарианскую идею. И считает, что 5-10 это единственный выход из нищеты. И дилков здесь нету. Надежда, ты когда приходишь в гости, не надо нас дилками называть. Потому что я же тоже могу называть по-разному. Да, вы меня только обозвали, как угодно. Я, я сказал, что у тебя не хватает жизни у меня. Вы меня назвали брендом, вы назвали меня неосвеченою. Бренд это хорошее, я восхищаюсь, как ты взлетела. А вы знаете, для меня тоже дилки ничего плохого слова не означало, но почему-то оно вас образило. А вы не подумали, что меня могло, например, образить бренд, хотя для вас это слово хорошее. Потому что это чисто вопрос с принятя. А что такое бренд? Это не людина. Бренд? По-разному бывает. Вот, например, Брэд Питт, это бренд. Анжелина Джоли, это бренд. Это людина, прежде всего, талановитая. Но мы можем сказать, вот Брэд Питт, это бренд. Наоборот, это комплимент. Ну, вы видите, у вас комплимент. Для меня дилок, это тоже комплимент, а вам что-то не понравилось. По-разному комплименты сприймем. Так, повернемся до того, что я хочу видеть Украину. Лидеру партии сказать, что он дилок. Это вообще-то странно звучит. Живой человеку сказать, что она бренд. Это тоже очень удивительно звучит для меня. Это так говорят. Это достаточно грамотно. Это, наоборот, оценка вашей деятельности. Лидер партии, это же тот дилок, я вам скажу. Они такие все дилки, лидеры партии. Ого-го. Это как на базаре сейчас разговариваем. Да мы вообще тут все интервью на базаре разговариваем, чтобы вы так понимали. Я не решила это очень высоким тоном. Мы очень много выяснили. Мы много подчерпнули. Люди услышали. Дадут оценку. Стосовно того, от нехай люди самі дают оценку. Кто из нас брешет, кто говорит популізм, кто говорит правду. Я могу поверить в то, что вы тоже маете щирые намеры сделать, чтобы много людей в Украине жило доброе. Я знаю, как это делать. Я знаю, как это делали в других странах. Я знаю экономические теории, которые это доказывают. Есть возможные школы, например, Чикагская школа, которая это внедряла в разных странах. Проблема в том, что, не дивлячись на то, что вы знаете, поверьте, может быть такая ситуация, в которой вы помилите себя. Не может человек знать и уметь все. И вот, если помилка будет стоить жизни, благополучие только вам и вашей родине, то это не проблема. Не хай 5-10 для вас и працюет. Но если вы хотите сделать ошибку на всю Украину, причем помните, не чувствуете никакой ответственности за этих людей, не имеете никакой любовь к этих людей. Вы хотите сделать большую одну стратегическую ошибку для них всех. Просто, чтобы добре жилося вам. И вы помилите себя. Я хочу сказать, что я люблю всех людей. Зачем мне это говорить? У меня есть желание, чтобы они были богатыми, чтобы я зарабатывал еще больше. Потому что в нищей стране с нищим населением тяжело жить. Мне, состоятельному человеку. А мне тяжело жить в нищей стране среди нищих людей. Быть народным депутатом. Поэтому надо задуматься, как их сделать, прежде всего, богатыми. Состоятельными, чтобы они получали 2-3 тысячи долларов хотя бы в месяц. И вот тогда, да, они вам скажут спасибо. Давайте закинчим на том, что, в принципе, вы будете думать по-своему. Я буду думать по-своему над этим. И, наконец-то, при следующей нашей встрече, мы найдем какое-то конструктивное решение этого. Я скажу, например, что это доброе, а это, по-першему, так, как и раньше, я считаю, что погано. И не только я вам это скажу, ну, не только за мной вы говорите. Я так понимаю, что в эту студию приходит очень много людей, которые, напевно, не всегда разделяют ваши думки. Всегда не разделяют. Ну, тем более, всегда не разделяют. Ну, поэтому давайте подумаем над таким конструктивом. Мы, наверное, потому и в нищете живем, они не разделяют. Я совсем против той системы, которая в Украине склалася сейчас. Но я ее, как раз таки, называю політичною, а не державницкой. Потому что мы уже объяснили, что для меня держава – это не чиновник, как для вас, и для вас, и для вас, и для меня это больше и глубже. Вот смотри, простой вопрос. У нас есть коррупция, так? У коррупции есть фамилия. Вот сейчас Насирова, да? Судят, мы знаем. Это налоговик. Вот на чем он дорабатывал? Это просто посередник. Так, питание, в чём проблема? Проблема в совести людьми. Появился эффективный властник? Нет. Проблема в том, что там людина працювала на державу, а тут на себе. О! О! Так на себе должен человек работать, правильно? Але ж дивіться, проблема в том, что, звичайно, але ж він не повинен працювати на себе ціною вкрасти в іншого. Бо це вже входит в воде, а не бизнесмен. А есть ограничительные законы? Ну, от поки що в нас не было на викуп державних підприемств, немає в нас таких обмежень. І тому всі олігархи вкрали в державу, щоб стати самими эффективными властниками. Да у нас ещё 3,5 тысячи госпредприятий. А, давайте ще ци вкрадем, будем в нас дальше. Ахметовські підприємства, Колумойського підприємства, Пирташев. А приватизируем, акціонируем, уберем із них государства, чиновника. Іначе буде всё время корупція. Причина корупції – госпредприятия. С корупцією однозначно треба боротися. Я вважаю, що треба просто знайти для цього. Ні, із причинами. Но причину устранити, треба продати госпредприятия. Ні, почекайте. Давайте подумаємо, бо ви так быстро все хочете продать, що мені аж страшно. Ні, а есть хоть одно госпредприятие, которое ты знаешь, которое не коррумпировано? Одно. Не существует. Не бывает. У нас не тільки підприємства, у нас взагалі все коррумпировано. Как только человек управляет чужим, государственным, возникает коррупція. Слушайте, а знаєте, в Китаї трошки інше боролися. Вони просто розстріляли 10 мільйонів людей, чиновники, і коррупція зникла. І коррупція зникла. Ви думаєте, що при вашій системі коррупція зникне взагалі? Когда нет причины коррупції – нет коррупції. Когда нет НДС – нет коррупції. Нет таможенних пошлин завишених. Ваша система зробить наступним. Одні будуть жити дуже багато, тому що украдуть все в інших, а інші просто помрут. І при чому це вас не цікавить? Вони не будуть нічого створювати. Яка частина українського населення просто вимере. І вас зовсім не цікавлять їх душі, вас зовсім не цікавить їх життя. Вам абсолютно пліває на ту бабку, про яку ви зараз говорите, яка може торгувати землею. Вас цікавить її земля, а не бабка. Не, мене більше беспокоїть її внук, який не може заработати для цієї бабусі, щоб їй конфетку купити. От що мене беспокоїть. Ні, вас беспокоїть, як ви сказали, тільки ви і ваша родина. А я сказала, мене турбують українці, бо в мене немає дітей і внуків не були. А якщо так произойдет, що своєю деятельністью ти нанесеш ще більший вред цим людям? А може навіть і наносиш, тому що самі взгляди коммуна соціалістичні у тебе. Прямо з маніфесту Карла Маркса. Повернення награбованого – це не зовсім націоналізація. По-друге, контроль, я сказала тільки за важливими стратегічними підприємствами, які можуть... Земля має принадлежати державі. Я не сказала, я сказала, земля принадлежить народу, а не державі. Народу, українському народу, а не державі. Але розпоряджається держава. Ні, це проблема наша, що зараз розпоряджається держава. Оце проблема. Але просто при тому, що як тільки приймуть отакий закон в такій системі, як зараз є, буде розпоряджатися не держава, але всі ті самі чиновники. Ми не говоримо об одному законі. Ми говоримо про системі законів. Система – це 10, це система, це багато законів. Це повинно бути своєчасно в часі. Перед тим, якщо ви не поборете і не наведете якийсь лад, і буде йти війна, і ви дозволите продати землю, і Росія прийде купить пів України, в принципі не треба буде воювати, можна буде просто купити українську землю. Смотри, Росія зараз може поїхати купити американську землю. Це не значить, що там захватить владу. Наоборот, американці радуються, коли приїжджають русські, українці, китайці, і купують у них землю. Я вам не скажу, що в Чехії зраділи, коли Карлові Вари стали російськими. Я не зрадію, коли карпатські курорти стануть російськими. Вони що, з'їхали відтуда? Ні. Или Карлові Вари увезли в Москву? Там просто вони сидять і працюють на Росію. І все. На себе. Ніхто на Росію не працює. Вони працюють горнічними. Вони отримують такі самі копійки. А гроші отримує Росія. На себе не працюють. Вони, можливо, стали гражданами цієї Чехії. Живуть тепер там. Приносять пользу Чехії. Як наші мільйони граждан України зараз уїжджають в Польщу учить язик. В Германію. Це не росіяни мається на увазі, приїхали туди. Росіяни просто купили і володіють цим бізнесом. Працюють там чехи. За копійки. Вони заробляють копійки. А росіяни беруть основний прибуток. Знову ж таки та сама корупція. Вони інвестували гроші в Карлові в гостиниці. Наверно. І заробляють гроші. Чого тут плохого? Але заробляють не чехи. А чехи заробляють копійки. Таку саму низьку. Не дві тисячі, а меншу. Ну чехи продали. Продали. Це їх право продати. Продав він. Все. Він захотів – продав. Приїхав чоловік – купив. Свободний ринок. Свободний ринок. Ніхто нікому нічого не запрещає. В цьому розвитие общества. В цьому цивілізація. А як тільки возникає контролер, от я тебе не розвитаю. Що у вас буде після того, як ви продасте? Я ще раз запитувала. Ви потратили гроші. Ви не зміли ними скористатися. Що з вами буде? То же саме, що в Америкі. Процвітаюча, богатая страна. Государство не відповідає за те, що ви там продаєте. Не. З вами буде те, що ви сказали. Вам плівать на ту бабку, яка неправильно скористалася своїм. Позвольте ставити свої 5 копеек. По поводу, що буде. Ви тільки що буквально несколько минут назад заявили, що якщо Геннадий Викторович ошибеться в чому-то, то це буде його лична проблема. Якщо він робить щось в ущерб себе, то це не проблема в принципі. Так ісходячи з цього, возникає вопрос. А якщо людина продає свою землю і наносить ущерб себе, растратив деньги, не сумев іми розпорядитися здраво, то в чому здесь проблема? Человек так поступив? Ви дуже правильно задали запитання. Різниця тільки в тому, що не в кожної людини в Україні буде можливість, така як, наприклад, в партії 50, якщо вона дорветься до влади, змінити цей закон і скористатися. І кожна людина, продавши щось або помилившись, нанесе шкоду собі. А для того якраз і повинні бути державники, люди, які... Хто це? Чиновник? Ну хай ви їх називаєте чиновниками. Тобто це чоловік, що продає свою землю, має йти к чиновнику, сказати, можна я продам чи ні. Ось вам і корупція. Почекайте, я навагалася відповісти на запитання голосу в ефірі, а не на ваше. І не перебивайте, якщо ви не дослухали. Ви постійно... Назвіть їх владою, назвіть їх віче, назвіть їх, я не знаю, гетьманами, назвіть їх... Чиновниками. Государственниками. Контрольорами. В Греції, коли заражувалася політика і державна влада, як вони там називалися? Чиновниками? Наверно. Ні, напевно не чиновниками. Як це ви щось не знаєте? Я думала, ви знаєте все на світі. Невозможна все знати. Треба же. Тому. Я вважаю, що той, хто приймає рішення отам зверху, робить це рішення зарані помилково закладено або не помилково. І не захистивши людину від помилки або від того, що інша людина... Ти його ніхто не просив. Тобто, от все чудово. Ми, не підготувавши людей, не довівши їх до свідомості, не підготувавши, не давши їм цю політичну або якусь економічну грамотність, даємо їм закон, яким вони не вміють керувати. І люди просто все втрачають через те, що тільки партія 510 знає, як цим законом користуватися. І просто бере і обдурює всіх. Ну, ви знаєте, це ще гірша ніхто, яка зараз дурює людей. Зараз чиновники роблять те саме, розумієте? Вони дають людям ті закони, якими вони в людей все крадуть. Тому і стосовно того, чи не можу помилятися я. Я теж можу помилятися. І того я дуже обережно ставлюся до будь-яких законів. Тому що я розумію, що знаходячися в депутатах, в цих чиновниках, як ви говорите, моя якась стратегічна помилка нанесе шкоду не тільки мені, але я думаю про інших людей. А ви не думаєте. Ви думаєте тільки, аби вам стратегічна помила. Я думаю, як цих людей зробити богатими. Скільки час? Скільки час? В 18.04. Ну, будемо закінчувати. Дякую за інтерв'ю. Было дуже цікаво. Я думаю, що ми вислили. Не будемо тебе називати брендом. А вас з ділками? А нас з ділками. Хоча ми партия 5.10. А система 5.10. Единственный выход із діщити. Зарабатывайте! 888 What up? عدожN1 7 8 9 10 Продолжение следует...